Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Ирины Меркурьева. Чем запомнилась минувшая неделя, расскажем в кратком обзоре новостей. Власти Анапы продолжают работу с самостроями. Незаконно возведенные дома сносят. В списке у судебных приставов исполнителей около 60 потенциальных кандидатов. Список будет пополняться. Один за другим самострои сносят. Подготовка к осенне-зимнему сезону, санитарное состояние города, благоустройство и чистота. Мэр Анапы Сергей Сергеев призвал чиновников вспомнить свои обязанности еще раз и посмотреть пристально вокруг. Закрепленные участки, территории и улицы должны выглядеть достойно федерального курорта. Невыдуманные истории, правила поведения на воде и практические рекомендации. Юные васводовцы провели профилактические занятия с детьми, отдыхающими в здравницах Анапы. Что на море хорошо и что на море плохо, рассказали в теории и подкрепили практикой. Дополнительно раздали листовки с полезной информацией отдыхающим по пути на пляж. В Анапе в санатории ВИТО прошел первый международный форум суворовско-нахимовского актива «Служба Отечества. Дружба без границ». Проект приурочен к 70-летию создания суворовских военных училищ. В рамках форума на территории санатория прошло торжественное открытие памятника великому русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову. Уборочная страда на Кубани завершилась праздником урожая. Мероприятие впервые прошло в Краснодарском баскет-холле, который вмещает 7,5 тысяч человек. На праздник урожая приехали хлеборобы со всего края. По традиции фестиваль проводят в начале августа после подведения первых итогов уборки зерновых и колосовых культур. В краевой столице чествовали 80 анапских передвиков, всех, кто внес вклад в кубанский урожай. Зеленые, полосатые, круглые, квадратные и на 64 килограмма – все это арбузы. В поселке Стрелка Тюмрюкского района прошел пятый ежегодный фестиваль «Арбузный рай». Наша съемочная группа побывала на празднике. Самые интересные моменты большого фестиваля – прямо сейчас. Ярмарка народных умельцев с сувенирами – обязательный объект для посещения. Гости Кубани с собой забирают на память. Тарелочку с «Арбузным райом» надписью. Арбузы! Все очень вкусно, все очень красиво, все организовано, очень интересно. Дегустация арбузов. И не только. Это улица гостеприимства в пятого фестиваля «Арбузный рай». Народу, как на ярмарке и кого только нет. Кошки с маникюром – дети арбузы. В полосатом костюме – дочка бахчевода Арина. То, что кубанские арбузы – хороший факт. Проверенный и подтвержденный. Едят с аппетитом даже самые привередливые. Кому есть арбузы, по природе не свойственно. Качество арбузов отметили все гости фестиваля. Местные с гордостью, приезжие, завистью. Нигде в России таких арбузов больше нет. Пока часть гостей ярмарки пробовала урожай этого года на вкус, другая часть насыщалась культурно-праздничная программа с конкурсами, народными песнями собрала пару сотен зрителей. Всенародно любимую Марусю подпевали всем миром. Фото с арбузами на фестивале «Арбузный рай» – правила хорошего тона. Поводов и фонов много. Необычных арбузов еще больше. Квадратные, огромные на 64 килограмма. Желтые и бессемечковые. Как можно арбуз кушать в июне месяце? Сегодня благодаря фестивалю мы уже не сомневаемся. Наши бахчеводы своим умом, талантом сделали так, что сегодня россияне имеют возможность пробовать арбуз не только в августе, но уже в начале июня. И вы сегодня тому свидетелями. У нас есть бессемянный желтый, бессемянный красный, с желтой семечкой, красной семечкой, квадратный, громадный. Все это есть. В Темрюкском районе всегда выращивали бахчевые культуры. С 2006 года началась большая история арбузов. Сегодня в районе под Бахчой более 1300 гектаров земли, а урожай 2013 года в два раза больше прошлого года. А еще, оказалось, арбузами можно играть в боулинг, в баскетбол и в прокат на скорость. Наталья Пухальская, Артем Зиборов, Анапа-регион. Это был краткий обзор главных событий недели. Смотрите сегодня. Пятый класс пожароопасности. Отдел гражданской обороны и защиты населения предупреждает. Неукоснительно соблюдается правило пожарной безопасности. Но не все слышат эти предупреждения. Специалисты межведомственной комиссии проверили законность перевозок и качество услуг такси. Неожиданно в августе на курорте зацвела амброзия. Как бороться с сорняком и научить ответственных ухаживать за участками. Скоро 1 сентября. О празднике знаний власти города подумали заранее и обсудили на Совете безопасности основные положения. В Анапе прошел финал краевого конкурса «Юный инспектор дорожного движения-2013». Сейчас обо всем подробнее. Выпуск открывает экстренное предупреждение МЧС России по Краснодарскому краю. С 15 по 17 августа в Анапе объявлена чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Высока вероятность возникновения возгораний. В Анапе специалисты электросетей игнорируют сообщения и надеются на вечный авось. В парке «Ореховая роща» подстанция образцово-показательная. Аккуратные стены, подстриженная зеленая трава вокруг здания. Хозяева заботятся о красоте и безопасности. Антипод ухоженного трансформатора в районе магазина «Гигиена» и «Южного рынка». Ответственные забыли о своей ответственности. Трансформатор не в плачевном, а в опасном состоянии. Сухая трава вокруг, старый деревянный ящик на территории, куда давно не ступала нога человека. От маленькой спички «Большая беда» в Анапе объявлен 5 класс пожароопасности. В сухую жаркую погоду достаточно маленькой искры, чтобы произошло возгорание. И тогда большая беда может обернуться для кого-то трагедией. Чего ждут и на что рассчитывают специалисты энергослужб. В станице Анапской у торгового центра «Панорама» от сухой травы до трансформатора пара сантиметров. На улице Мира похожая картина. А вот лидер рейтинга самых опасных и страшных трансформаторных подстанций. На хуторе Усатого балка. Добавить нечего. Жаркая засушливая погода в Анапе в августе – не новость. И также по старинке энергослужбы НЭСК в городе и Кубаненерго по сельским округам надеются на вечный авось. Авось не загорится, авось пронесет. Мы подсказали лишь некоторые объекты. Службам есть над чем подумать и поработать. Наталья Пухальска, Александр Кореневский. Анапа. Регион. В администрации города прошло внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Председатель КЧС, заместитель мэра Анапы Алексей Харитонов сообщил, из Министерства природных ресурсов Краснодарского края поступило письмо об установлении на территории Анапы пожароопасной ситуации пятого класса опасности. Начальник отдела гражданской обороны и защиты населения Сергей Семерков доложил, на 15 августа ситуация в Анапе оценивается как стабильная и находится под контролем. Главы сельских округов предупредили о возможных природных пожарах селян. В итоге за минувшие сутки ни одного вызова пожарной команды. Результат отличный, но расслабляться пока рано. В такую жаркую и сухую погоду возгорание происходит моментально. Особую угрозу представляют лесные массивы между большим и малым утришами и территория заповедника. Местность сложная и тушить пожары здесь чрезвычайно опасно. В связи с этим вход и въезд временно ограничат. Главы округов должны провести разъяснительную работу среди населения, не допускать разведения костров, установить запрещающие отшлаги с указанием, что введен противопожарный режим. Потому что каждому интересно будет основание чего, будет закрытый проездной путь. Температура воздуха каждый день повышается, поэтому от всех служб требуют неукоснительного исполнения норм пожарной безопасности. По итогам внеочередного заседания КЧС было принято решение с 15 августа установить в Анапе особый противопожарный режим до особого распоряжения. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа-регион. Доедет то колесо, если б случилось в Москву или не доедет, задавался вопросом классик. Специалисты межведомственной комиссии тоже задались вечным вопросом. И проверили таксистов, документы, разрешения, лицензии и внешний вид. О том, какие редкие экземпляры попадаются на дорогах Анапы, расскажем прямо сейчас. В песенном прошлом остались зеленые огоньки такси. Сегодня вызвать или поймать свободную машину – секундное дело. Сложнее отличить правильное такси от нелегального. Легальное перевозчика от нелегального можно отличить только в процессе остановки, при проверке в его документах наличия, которое имеется. В основном проверяем, чтобы лицо, осуществляющее перевозки, было зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя и имело разрешение на осуществление данного вида деятельности. Останавливать водителей сотрудники транспортного управления не имеют права. Привлекают для совместной работы сотрудников фрот ДПС. Проверяют комплекс на специалисты двух служб – транспортной и налоговой. Заблудился на дорогах и в законах России водитель микроавтобуса марки «Фольксваген» из 52-го региона. Таксист приехал из Нижнего Новгорода. Разрешения на пассажирские перевозки нет. По крайней мере, три из десяти здесь точно попадаются. Из 206 зарегистрированных предпринимателей в нашем муниципальном образовании, они законно имеют разрешение все на данный вид деятельности, и там нарушений нет. В основном здесь иногородние нарушают. Профилактические проверки проводят по графику дважды в неделю. Такое расписание будет действовать в августе и в сентябре. В осенне-зимний период проверять будут реже, но законы и обязанности для водителей такси останутся прежними. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. К другим темам. Август – время цветения амброзии. Самого сильного аллергена. Неблагоприятному воздействию коварного сорняка подвержено 7 из 10 человек. Единственная мера профилактики распространения амброзии – своевременное уничтожение кустов на закрепленных земельных участках. Пока на общении разбираются, где чей участок и кому нести ответственность, амброзия процветает на газонах и клумбах. Первый объект проверки – санаторий «Россиянка» на газоне «Сорняки» и амброзия – нарушение. Представители санатория объяснили – участок им не принадлежит. Косить траву не будут. Пусть даже самим от амброзии плохо. Несколько минут убеждений – и мужчина сдался. Разум победил принципы – легче скосить, чем дышать аллергенами и при этом оплачивать штраф. Вашего забыла. Сделайте. В станице Анапской все газоны под присмотром хозяина главы округа Александра Кочергей. Работники не оставили амброзии шансов. Уничтожили кусты сорняков без предписаний и напоминаний. На следующем участке проверки закрытой стройки подведомственного военного объекта «Амброзия» выросла в пояс. Подкованный законодательной базой представитель парировал статьями. Это гарантийный объект. Согласно 43-му приказу Минсельхоза, я вас могу оштрафовать? Ну, давайте так. В настоящий момент уборка «Амброзии» уже ведется на первый день. Я пока не вижу. Но давайте пройдем, посмотрим, где он выбирает. Я вас не могу пропустить на объект. Знаете, почему? Ну, что, две причины. Первый, этот объект, он находится в ведомстве Министерства обороны. Да? И второе, это является стройка. Стройка является объектом повышенной опасности. Чтобы попасть на стройку, должны были хотя бы пойти первичные вводные инструктажи, да? И иметь при себе элементарное средство инженерной защиты. Так, я вам могу предложить, например, письменно уведомить в нашем руководстве. В составе комиссии можно пройти, все проверить, посмотреть. О здоровье своем работников стройки и соседей люди не задумываются. Некогда время уходит на дискуссии и пререкания с карантинным инспектором. В рамках постановления главы администрации муниципального образования города Курорт-Анапа по борьбе с карантинными сорняками, в том числе с амброзией, создана комиссия по борьбе. В составе комиссии входят начальники управления и сотрудники структурных подразделений администрации, также карантинный инспектор Алаева Валентина Валентиновна. Комиссия выезжает, определяет, где у нас скопление сорной растительности, выписываются предписания злостным нарушителям, выписываются протоколы, выписываются штрафы. Ежедневно проверяют газоны заброшенные участки стройки в городе и сельских населенных пунктах. Люди старшего поколения отмечают, так уже было в Анапе, и такая работа зарекомендовала себя эффективной. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион. 2 сентября в Анапские школы пойдет более 17 тысяч учащихся. Начнут учебный год 36 образовательных учреждений. Накануне Дня знаний в администрации Анапа провели совместное заседание антитеррористической комиссии и Совета безопасности. Подробности у Алины Гумеровой. С докладом выступила заместитель главы курорта Людмила Гузенко. Она сообщила, что при подготовке общеобразовательных учреждений к учебному году особое внимание уделяли вопросам безопасности. Все 100% учреждений оборудованы пожарной сигнализацией, тревожными кнопками ограждены по периметру. Начиная со 2 сентября во всех классах пройдут плановые учения по эвакуации в случае чрезвычайной ситуации. Принимаются меры по установке системы видеонаблюдения по периметру территории зданий образовательных учреждений. Проводится обследование чердачных и подвальных помещений, гаражей, мастерских и иных помещений, расположенных на территории образовательных учреждений. Заместитель начальника отдела МВД по городу курорта Анапа Андрей Раб доложил, в День знаний обеспечивать безопасность в учебных заведениях будут 248 человек. За каждым учреждением закреплены сотрудники полиции. Первая проверка школьных зданий уже прошла. Повторная намечена на 25-26 августа. Мы будем требовать от руководства образовательных учреждений, я буду объяснять о том, что вход в школы и учреждения является контрольно-пропускным, осуществлять его должен не сторож, а лицензированный охранник частного охранной организации. То есть пропускной и внутриобъектовый режим должна осуществлять частная охранная организация. Сергей Сергеев добавил, что сотрудники частных охранных предприятий могут оказать серьезную помощь руководителям учебных заведений. Главное, чтобы они со всей ответственностью относились к своим обязанностям. Брать деньги с родителей, я считаю, это неправильно. Сегодня надо делать следующий шаг. Это наши обязательства. Мы должны обеспечить безопасность детей. Мы их забираем из семьи на обучение. Вот там, где мы их держим, там, где обучаем, там нас будет безопасность. Заместитель начальника отдела государственного пожарного надзора Борис Чачкало рассказал, весь инспекторский состав закреплен за учебными заведениями. Сотрудники провели обследование, выявили ряд нарушений. В настоящее время их исправляют. Начальник отдела Роспотребнадзора Лариса Медведева доложила, качество питьевой воды во всех школах соответствует нормативам. В пищеблоках сделали ремонт, закупили оборудование. В новом учебном году особое внимание уделят обеспечению эпидемиологической безопасности. С целью выявления возможных инфекционных больных с 1 по 6 сентября проведут ежедневные утренние медицинские фильтры, учащиеся начальной школы. Все 100% детей будут осмотрены на предмет заболевания педикулезами-чесоткой. А на 3 сентября в школах запланированы уроки здоровья. Подводя итоги Совета безопасности, мэр Анапы Сергей Сергеев отметил, принятые меры позволят открыть и провести новый учебный год без происшествий. Алина Гумерова, Антон Чистяков, Анапа. Регион. В Анапе прошел финал краевого конкурса «Юный инспектор дорожного движения-2013». 180 ребят со всей Кубани соревновались в знаниях правил дорожного движения и в мастерстве вождения велосипедов. Две недели конкурсов, зачетов и после подведения итогов. На торжественные церемонии награждения юных инспекторов побывала Алина Гумерова. В этом году исполняется 40 лет со дня образования отрядов юных инспекторов движения. В течение профильной смены, проводимой на территории санаторного комплекса «Жемчужина России», юные инспекторы демонстрировали свои знания правил дорожного движения, участвовали в познавательных и развлекательных программах, активно выступали в конкурсах. Лучших наградили дипломами, кубками и памятными подарками. Золотым победителем творческих конкурсов стала команда Тимбрюкского района. Я хочу, чтобы каждый участник знал, что он не только проигравший, не только победитель, он все равно получает звание юного инспектора движения, и этим надо гордиться. Призовое первое место основной части конкурсной программы заняла команда Услабинского района. Ребятам вручили кубок и велосипеды от руководства краевого отдела ГИБДД. За волю к победе в отдельной номинации были награждены Пистру Андрей и Гуляйкин Виталий, участники команды из Анапы. Поздравили детей с завершением смены детские творческие коллективы курорта и юные воспитанники детского сада «Орленок». Малыши рассказали о знаках дорожного движения своим старшим товарищам. Посреди дороги дети, мы всегда за них в ответе. Чтоб не плакал их родитель, будь внимательны, водитель. На мероприятие пришли поздравить детей почетные гости. Сотрудники госавтоинспекции города Анапа, представители Министерства образования и науки Краснодарского края и администрация курорта. Заканчивается такая яркая, незабываемая, познавательная смена юных инспекторов движения. В этом году она была юбилейной, а значит она, как и все предыдущие, но особенно ярким восклицательным знаком войдет в историю кубанского юно-инспекторского движения. Все юидовцы были довольны своими результатами и дали обещание с гордостью носить славное звание юного инспектора движения. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. В Федеральном детском центре смена в СУКО работают волонтеры из Туниса, Китая, Турции, Египта и других стран. В рамках сотрудничества с молодежными организациями этих стран Российский союз молодежи заключил договор по обмену волонтерскими отрядами. Первый такой отряд из 40 человек прибыл в СУКО в детский центр смена. Как ребята отдыхают и работают, а главное общаются с российскими школьниками, узнала Лариса Басова. Для Федерального детского центра смена такая акция Российского союза молодежи необычная и проводится впервые. Много раз отдыхавшие в смене ребята из разных регионов России оценили общение со сверстниками иностранцами. Я здесь пятый раз уже. Пятый раз в смене, да, и впервые я вижу иностранцев. Тесное общение с ними тем, что это сворда практика английского языка, ну и плюс мы узнаем что-то про них, что-то про их культуру. Международная волонтерская организация АСИК делегировала в Анапу молодых людей, которые могут передать своим российским сверстникам определенные знания по культуре своих стран. Сейчас я учу детей английскому языку и мы вместе играем в волейбол и другие игры, общаясь на английском. Волонтеры заканчивают работу, многие из них студенты и к сентябрю нужно вернуться домой. Сейчас они занимаются с последней в этом потоке группой российских школьников, которым посчастливилось узнать много нового и интересного из первых уст. Они, как и все иностранцы, приехавшие в Россию, конечно же, хотят рассказать хорошее о своей стране, но в целом, да, так и есть. Они говорят о том, что люди, живущие в Китае, очень общительные, доброжелательные, помогают друг другу. Также разговаривали о традициях, о образе жизни, о том, как живется в их странах, хорошо или плохо. Узнали много нового. Вообще тот факт, что в этом лагере можно встретить иностранцев, я считаю, очень положительным моментом для детей постарше, потому что это, как правило, новые знакомства, новый опыт общения, к тому же практика общения на иностранном языке. Я в СМИ не уже второй раз, и у меня такой первый опыт общения с иностранцами, но мне очень интересно узнавать о них новое. Например, я узнала, что они читают наши книги русские, и причем я читаю, например, «Мастера Маргариту», и вот иностранец, который у нас из Египта, он очень хочет ее прочитать, эту книгу, «Приступление, наказание» и так далее. Вообще вот история Египта очень интересная. Я узнала, в чем там ходят женщины, например, как они одеваются, что они любят ей, ну вот из еды, какие у них предпочтения. Вот, очень интересно узнать о другой культуре. Волонтеры привезли видеофильмы. В них максимально сжато отражены главные аспекты жизни в своей стране и родных городах. Российские ребята узнали, что такое даосизм и конфуцианство, индийская йога, а вместе с тем получили информацию о таком приземленном, но необходимом в быту и повседневной жизни, например, любимых блюдах народов разных стран. Улыбку вызвала информация египтян, прибывших в смену самым большим отрядом 14 человек. Оказывается, культовое блюдо этой страны – обычная фасоль. Китайская делегация показала фрагмент национального танца с веером. Египтяне оказались самыми музыкальными и пели на бис. Все люди-братья, всем нужен мир во всем мире. Донести эту мысль до каждого – такова главная задача волонтерской организации «АСИК». Волонтерскую акцию Российского союза молодежи положительно оценили в Федеральном детском центре смена. И, возможно, в этом году положено начало новой традиции на укрепление мира и сотрудничество разных стран. Лариса Басова, Артем Зиборов. Анапа. Регион. Поздравления, награждения и напутствие. Заслуги и результаты выдающихся спортсменов Анапа отметили на высоком уровне в День физкультурника. Подробности торжественной церемонии награждения прямо сейчас. Ветераны спорта, молодые спортсмены, тренеры, директора спортивных школ. Почетные гости в администрации города-курорта – спортивная элита. Этот праздник считают свои миллионы граждан нашей страны. Праздник всех, кто любит спорт, вне зависимости от профессии и возраста. Широкое распространение получил Всесоюзный День физкультурника в первые десятилетки советской власти. Для развития массовой физической культуры на территории города-курорта и сельских округов уже построены 22. И на следующий год запланировано построить еще 2 мунациональные спортивные площадки. Торжественную часть поздравлений сменило не менее торжественное награждение за выдающиеся результаты красивой победы, за личный вклад в развитие спорта на курорте. Благодарности и почетные грамоты мэра Анапы Сергея Сергеева получили звезды анапского спорта. Юрий Далакян – спортсмен-инструктор спортивной школы номер один, чемпион России по тюдо среди слабовидящих, мастер спорта России. Отметили Елену Белову – спортсмена-инструктора спортивной школы номер 4, серебряного призера 27-й Всемирной летней универсиады в Казани, мастера спорта России. Высокий результат Елизаветы Гончаревской, серебряного призера 27-й Всемирной летней универсиады в Казани по хоккею на траве – победа не только личная, победа всего города и всей Кубани. Благодарностью мэра Анапы Сергея Сергеева отметили Сергей Аншкова – спортсмена-инструктора спортивной школы «Виктория», призера чемпионата Южного федерального округа по плаванию, мастера спорта России. Ксению Павленко – учащуюся спортивной школы номер 2, призера первенства ЮФО по шахматам, кандидата в мастера спорта России. За большой личный вклад в подготовку спортсменов, достигших высоких спортивных результатов, почетной грамотой мэра Анапы наградили Александра Одинцова, Петра Курбатского, заслуженного тренера России, подготовившего чемпиона Европы по тяжелой атлетике Олега Чена. Начальник управления по физкультуре и спорту администрации Андрей Скилков порадовал спортсменов. По решению мэра Анапы Сергея Сергеева денежной премией наградили призеров 27-й всемирной летней универсиады – Елену Белову и Елизавету Гончаревскую. Денежную премию вручили Савве Каракизиди. Трое анапских спортсменов получили удостоверение мастеров спорта России – Савва Каракизиди, Альберт Лазгеев и Маис Агамирян. Наталья Пухальская, Александр Кореневский. Анапа. Регион. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на выходные. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров – салона магазина изделий из камней самоцветов Тайной Медной Горы и торгового центра «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса». Исполняет ваши желания. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной Горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайной Медной Горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В субботу, 17 августа, в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 28-30 градусов, ночью до плюс 27. Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 26 градусов. В воскресенье, 18 августа, в Анапе будет солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 27-29 градусов, ночью до плюс 26. Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 26 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Лунапарт». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Лунапарк». Стань одним из нас. Стань чемпионом. Станисий «Лунапарк». Продолжение следует... Продолжение следует...